за моей спиной играют дети 2010 11 года у них настоящий футбол они принимают решение у них есть капитан он расставляет своих коллег он расставляет своих сокоманников они принимают решение когда отдавать пас когда бить это офигенно интересная наука и этих детей учат этому с детства поверьте пока с вашими детьми сидят нянь они ничему не учатся кроме хардскил читать писать в нашей стране умеют все читать писать учить математику а вот soft skills это коммуникация это общение с себе подобными это принятие решений это взять и ответственности на себя это формирование лидерских качеств формируется именно в таком возрасте поэтому не упускайте времени отдавайте своих детей на командные виды спорта на индивидуальные виды спорта развивайте их физически морально умственно делайте гармоничными из вы помните вы закладываете фундамент этого процесса самого детства а я буду показывать подобные процессы у себя на канале пару слов о том когда начинают заниматься футболом сегодня футболом заниматься начинают с 5 лет если вы думаете что футбол начинает с 10 или с 12 в 10 и 12 лет это уже другой другой уровень дети в 12 10 лет играют чемпионаты города чемпионаты украины 5-6 лет они занимаются чисто в игровой форме о фпп игровая форма в 7 лет когда у пацанов начинают меняться зубы они начинают играть взрослый футбол взрослый они играют игры они играют игры в два тайма они не понимают кто где на поле какую функцию играет защита нападение полузащита они заставляют их думать дима уже только что был центральным защитником поменяем позицию где дима поэтому если вы хотите чтобы ваши дети развивались гармонично на спорт надо отдавать с первого класса а лучше с пяти лет миха ходил у меня на акробатику с трех лет а в пять лет когда он захотел заниматься футболом я его отдал на футбол еще он занимается теннисом теннис его пока не включает потому что в теннисе нет адреналина от забитого гола я постоянно анализирую почему ему нравится футбол и почему ему не нравится теннис потому что в теннисе он не чувствует игры он не чувствует кайфа от забитого мяча блог современном состоянии который вы видите начался с интервью на радио спорт вей и вот однажды я делал интервью с руководителем главным тренером сборной украины по хоккею и это мой давний давний приятель саша советский советский и он тогда мне рассказал что в швеции финляндии в хоккейных странах есть практика когда детей отдают сразу на два три спорта и только в 13 лет определяют какой из спортов для них более перспективным вот так сегодня формируются сборные команды по хоккею в истина хоккейных странах которые всю жизнь доминируют на на рынке хоккея поэтому я принял тогда еще решение что мои дети будут заниматься двумя тремя видами спорта для того чтобы в более зрелом возрасте когда они стал чуть-чуть взрослее когда настанет подростковый период можно было выбрать по приоритетам посмотреть где они более талантливы для того чтобы лучше реализовать их в одном из них это достаточно сложно деток возить потому что их приходится возить до семи до восьми лет пока они сами самостоятельно не могут передвигаться но потом вы получаете совершенно принципиально другого ребенка этот ребенок может заниматься может выбрать для себя путь профессионального спорта и еще один момент так сложилось что в школе постсоветского пространства всегда была такая политика если профессиональный спортсмен значит дурак а если если умный то значит ботан я уже когда-то говорил еще раз повторюсь я видел сборную по плаванию школы беркли в которой выступает сын моего приятеля так вот там в сборной команде беркли 5 действующих олимпийских чемпионов по плаванию самых что ни на есть профессионалов и беркли это не самый легкий вуз в мире поэтому думайте о том как развивать своих детей пишите мне в личку пишите вопросы я буду с удовольствием освещать эти вопросы все остальные дети у меня тоже занимаются спортом младшая мирослава занимается художественной гимнастикой я если вы будете настаивать я обязательно вам покажу как это происходит там вообще профессиональный спорт с трех лет с трех с половиной если будет точно глубоко анализируют то как занимается как происходит спортивный процесс у детей и могу вам сказать однозначно что самый первый вопрос в детском виде спорта это харизма это харизма преподавателя тренера наставника по сути вы должны понимать что это второй третий человек в жизни вашего ребенка он проводит немного времени он дает ему много навыков все что он возьмет от него это и будет фундаментом в спорте жизни в дальнейшей поэтому обращайте внимание на это это самый главный вопрос не главный вопрос какая чистая раздевалка сколько там температура в раздевалке насколько чистые туалеты самый главный вопрос тренировочный это то какой у вас преподаватель что он несет вашему ребенку чему он вас учит послушали внимательно очередность действий выполнения миша на скорости ведешь мяч перед тем как ударить поворотом смотри поверьте вот если вы определились с тренером который тренирует вашего ребенка не пытайтесь лезть тренировочный процесс не пытайтесь подсказывать что делать вот я сейчас вам покажу что здесь на тренировке родители держат на расстоянии чтобы они не кричали не подсказывать это очень важно потому что тренер знает как на тренировке есть бессовестные а есть совестные люди вы сами знаете кто и совестное со driving относится к общему делу отчему делу посмотри народ а у него блин уже пульс 200 а кто-то ходит определенно тренер знает что нужно делать потому что он профессионал если он не компрессионал убеждите от него но не пытайтесь ему рассказывать как надо тренировать вашего ребенка знаю ни одного тренера, который плачет просто от сердобольных родителей, которые постоянно пытаются вникать и вмешиваться в тренировочный процесс. Это бред. Доверьтесь и расслабьтесь. Если вы не доверяете, ищите другого тренера. Интересная штука, что принципиальные изменения психологии подростка, ребенка происходят в момент, когда у него начинают меняться зубы. Мало кто знает, что именно изменение молочных зубов, выпадание молочных зубов и вырастание коренных является физиологическим признаком готовности идти в школу, например. Дети в игровых видах спорта, там где требуется координация, принципиально по-другому начинают думать. Они видят поле, они думают, кому передать пас, они видят, как обороняться, они видят систему, они видят команду. И это очень важный навык в формировании психологии ребенка. Уделяйте этому время, это очень важно. Думайте о том, что дети должны социализироваться, дети должны уметь играть в команде. И это очень важный навык на будущее. Это был выпуск о детском футболе, о детском мальчиковом спорте, о детском мужском спорте с 5 лет. Очень важно, чтобы ваши дети приучались к спорту с самого раннего возраста. Вот у них сейчас игра на счет. Они уже знают, что такое игровой адреналин. Они знают, что такое адреналин от забитого гола. И это им приносит удовольствие, это их реализовывает. Гляди! Помогите своим детям быть разносторонними и гармоничными. Помогите им научиться играть в команде. Этот навык формируется именно в детстве. Готовьте их к тому, чтобы они были лидерами с самого детства. Иначе не получится. Ставьте лайк, ставьте палец. Это был спортивный выпуск в новом формате. Это был влог. Я напоминаю, что мы будем выходить в пятницу спортивными выпусками. Исключительно про спорт. Только про спорт. Только про разные виды спорта. Воспитание детей в спорте. Разные спорты. Интервью с выдающимися спортсменами. Технологии. Питание. Подготовка. Сборы. Лайфхаки. Одежда. Экипировка. Все. Будьте лучше. Мотивируйтесь. Задавайте вопросы. Я всем подскажу. Я глубоко в материале по детскому спорту. И по вопросу воспитания детей в режиме нормальной гармоничной подготовки. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока. 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 Вследствие. Продолжение следует...